Уважаемые коллеги, я только вернул в своей родной Орловской области, где в Дорность губернатора вступил Клычков Андрей Евгеньевич. Мой коллега, товарищ, впервые ни от одного своего земляка не услышал замечания. Сказали, дай Бог, что вы прислали умного человека. Спасибо, что вы провели честные выборы. Во-первых, объехал по 3-4 раза все районы, в каждом районе подготовил программу, бюджет поделили по-честному, тощий и нищий, договорились о ближайшей пятилетке, подготовили 5 программ, не выгоняли бюджетников. На каждом участке было минимум 3-4 наблюдателя. Бюллетени считали вместе, все получили протоколы. Самая высокая явка 57% в Центральном округе и самый лучший результат среди губернаторов 83%. Я не идеализирую ситуацию, но очень хорошо, что согласие наступает со всеми партиями там, где появляется общая воля для выполнения ключевых положений послания президента. Вернувшись, столкнулся с двумя инцидентами, которые меня не только горошили, а крайне возмутили. Нашему коллеге Бессону, я к вам обращался не раз, чтобы его поддержать, суд Ростовский паял 3 года тюрьмы и на 20 лет лишил политических прав. Даже во времена апартеида более 5 лет не давали. Я всем вам рассылал материалы, которые сняты с 5 телекамер. Событие было 7 лет назад. Обращался к президенту, к Следственный комитет, обращался к прокурору, показывал, что не было факта избиения двух полковников. Этих полковников уже сама система выдавила, но судилище было беспрецедентное. Ни одного факта тех, кто был реально там, 53 свидетеля были, ни одного не выслушали, не опросили и ни одного факта не учли. Я считаю, что это просто преступная расправа над нашим коллегой. Еще раз обращаюсь к президенту, если гарант, он обязан что-то нам гарантировать. Но официально вам заявляю, мы за честь, достоинство и свободу Бессонов будем бороться и на местном уровне, в судах высшей инстанции и на международном уровне. Мы не дадим посадить за решетку честного офицера, гражданина и нашего коллегу. Второй факт, связанный с приморскими выборами, не только возмутителен. По сути дела, это избирательная кущевка, это своего рода политический Чернобыль. И если партия власти это проводит, разложение страны пойдет по всем составляющим. Невиданные прецеденты того, что президент еще полгода назад на выборах набрал 77%, смотрю последний опрос СИОМ, доверяют этой политике 36%. Если и дальше будем проседать, мы никакое его послание не выполним. Что касается Приморского края, это не только возмутительно, это просто поразительно. Второй тур, казалось бы, можно спокойно провести. Направили мы 200 туда наблюдателей, перекрыли все основные направления города и службы и так далее. Вводят первые данные, опять все перевернуто с ног на голову. Звоню и говорю, вот у меня на руках 200 уже протоколов конкретных. Вот реальный результат. Тенденция обозначилась. Наш ведется примерно с преимуществом 6-7%. Ну, после этого выправили строчку на телевидении. Когда уже было подсчитано практически все, осталось 33 участка. Вся система зависла, все провалилось. И начался тот беспредел, которого история нашей страны и выборной кампании не знает. Советский район, центры Владивостока. Казалось, живет все начальство. Все полиции, милиции, все, кто только можно. Объявляют на участке в связи с тем, что наши контролировали довольно жестко и четко. Выезжал вот Синильщиков, один из лучших юристов, Афонин. Вот пытаются, просят, введите в вас выборы, вот протоколы, вот реальные данные. Мертвая тишина. Ничего не воспринимают. Откровенно, уголовная обстановка. Вдруг объявляют пожарную тревогу. Приходят в касках, в масках и шлангами, бронзбойтами выгоняют всех. И после этого начинается следующий этап беспредел. Мы им заявляем, мы не признаем ваши эти участки. Делайте, что хотите. Приехала комиссия, сегодня утром 13 участков, где шла масса фальсификации, сами аннулировали. Звонят из Уссурийска. Абсолютно бандитская обстановка. Я видел это в свое время, в 90-е. Но даже в Татарстане, где у меня украли 600 тысяч голосов, я там не раз был. Талантливый народ, прекрасная республика. Я говорю, я там встречался во всех районах. Даже старики мне двумя руками руку пожимали. Не может там этого быть. И я в течение нескольких месяцев, точнее двух лет, доказывал в судах от районного городского республики до Верховного, что 600 тысяч у меня украли. Верховный суд признал, украли, но окончательно это не влияет на итоги выборов 1996 года. Вот тут итоги в Уссурийске влияют окончательно на итоги. Почему? Афонин вместе с нашими специалистами поехал ночью. Потому что полиции оцепили здание администрации, арестовали там и заперли в комнате пять главных наблюдателей, имеющие полномочия и руководители. И не выпускали несколько часов, когда стало плохо и избили одну женщину. И тем не менее, никакие доводы не действовали. Даже к полку большим звездам обращаясь, тыкают пальцем, он говорит, сидит капитан, он главный тут бандит и смотритель, а нам тут оставаться и жить и работать. Ну, в конце концов, освободили и вызвали. И вот сейчас только что мы показали результаты. Вот 22 участка, 22 участка, на которых шла перепись всех результатов. В 11 дали протоколы нам и ввели одни результаты. Но так как не хватало для того, чтобы переломить ситуацию, и надо было погасить 3-4 процента, всю ночь до 7 утра переписывали, 2-3 человека сидели. Там Корж, он под следствием, уголовник 100 процентов, он никакой не мэр. Если это ему с рук спустить, туда я не знаю, что будет. Я в свое время, когда ездил на выборы Клевченко, там директор рынка, такой же уголовник был, который запер людей на рынке, чтобы нас туда не пускать. Ну, слава богу, помог колокольцу, приехала его гвардия, распечатали людей, там почти тысячу человек на рынке заперли. Но этого мерзавца тогда выгнали уже к вечеру. Этот мерзавец еще там работает. Самое поразительное, берут и на участки рисуют. От 700 до 1200 голосов нет времени у меня перечислять эти участки. И заслали их в избирком. Я говорю Панфиловой, ну вы-то пошлите, разберитесь. Разговаривали вчера с руководством инвестрации. Зачем вам это скажить? Только что состоялся блестящий форум. У нас Харитонов был, выступал, у нас на фракции докладывал. Три триллиона договоров. Рядом коммунистический Китай, Вьетнам, с Японией пытаемся выстроить. У нас там огромные перспективы. Там надо иметь меняемую власть. Смотрю встречу президента Старосенко. Посмотрите, это на сайте есть. Тот не может связать 10 слов. Это полное уродство. Ведущий край. Но в этом крае уголовщина давно заказывает музыку. Там Черепкова никак не могли освободить. Там два года не могли избрать Думу, потому что люди не верят в элементарные выборы. Там ситуация бандитско-криминальная, которая проникла в систему выборных кампаний. Мы не можем этого допускать. Мы не можем. Речь не в том, кто будет. Речь в том, что происходит. Поэтому еще раз к вам обращаюсь. Если мы не остановим то, что творится с Бессоновым, почему в Ростовской области это происходит? Там нас бандиты окружали в аэропорт и выпускали. Там Браткова стояла в центре. Я 300 офицеров вынужден был нанимать, ставить рядом с ними, чтобы эта драка не состоялась в массовой центре города. Там нам перекрывали дороги, чтобы мы не выступали. Там нас не пускали ни в один клуб для того, чтобы провести встречи. А потому и там засудили Бессонова. Я уверен, что мы отстоим. Но давайте вместе сейчас сформируем нормальную команду и пошлем туда проверить. Дума, Совет Федерации, ЦИК, администрация. Мы все заинтересованы в честных и нормальных выборах. Я уверен, что порядок мы восстановим. Но тревожно, что возвращается та практика, которую мы все с вами осудили, мы обязаны выполнить ключевые установки послания президента. Плюс 3,5% войти в пятерку ведущих государств. С такими выборами мы, кроме как, в тюрьму никуда не попадем. Спасибо.